Студия Варгарта и канал Некрофос в сотрудничестве с сообществом Крип История представляет Конкурс Моран Джурич На тему Подземелья Экспедиция Автор Мика Брей Этот рассказ я опубликую в рамках конкурса. Просто увидел сегодня, там тема подходящая, подземелье. Но хотите верьте, хотите нет, эта история действительно произошла со мной 20 лет назад. И да, я не писатель, это мой первый рассказ. И извиняюсь, если что. В армию я попал в 2000 году. Не сказать, что из-за своего растрендяйства, а скорее из-за непонятно откуда взявшейся депрессии. Просто в какой-то момент расхотелось что-либо делать. Учиться, ходить в универ, гулять. Ничего не хотелось. Результат вышел закономерный. Заявление в деканат и академический отпуск на два года в связи со службой в армии. Дальше всё было стандартно. Военкомат, сборный пункт, покупатели, учебка. И через два месяца КМБ нас привезли в воинскую часть, где нам предстояло служить ближайшие два года. Часть эта была секретная. Завязанная на ракетные войска, военно-космические силы. Правда, тогда они по-другому назывались. Там же рэп и прочие секретчики, химики, много всякого народа. Воинская часть занимала просто огромную площадь, и на территории было очень большое количество различных построек, огромных параболических антенн, каких-то научных приборов и прочего оборудования непонятного назначения. Я попал в роту охраны, главная задача которой, естественно, заключалась в охране всей этой огромной территории. И вот там я и познакомился с Игорем Волковым. Он был одного со мной призыва, но очень сильно выделялся на общем фоне. Из всей роты он был самым маленьким и худым. Я бы даже сказал, очень щуплым. Но никак на охранника он не был похож. Но при этом достаточно умный и начитанный парень. Благодаря своему уму, а может, благодаря каким-то связям, Игорь начал ходить в какие-то хитрые наряды. Как он говорил, контакты протирать. Нет, не бухал. Был что-то типа Киповца на подхвате у офицеров-контрактников. В общем, служба шла своим чередом. Мы с Игорем много общались и в итоге сдружились. Он оказался ролевиком. Я тогда понятия не имел об этом. В итоге он вёл меня в курс дела, рассказал про их вылазки, тусовку, про эльфов, гоплинов и так далее. По его совету я прочитал в библиотеке все части Властелина Колец, Хоббита и даже Сильмариллион. Да и вообще Игорь был любопытным и любознательным парнем, которого вечно тянуло на приключения. У нас нашлось много общих интересов. Так мы и служили. Пока однажды несколько человек из роты, включая нас с Игорем, не отправились нарезать прутков и вязать веники для подметания плаца. Веники мы нарезали в одном месте на отшибе. Это был огромный котлован глубиной метров пятнадцать и размером с футбольное поле. Даже не котлован, а огромный овраг, но точно рукотворный. Видимо, когда-то давно тут планировали что-то грандиозное построить, а в итоге всё на стадии котлована и остановилось. Со временем на дне этого котлована появилась молодая поросль, этакий молодой лесок с кучей кустарников. Вниз протоптали аккуратную дорожку. И вот там мы и нарезали пруты и делали из них веники на радость экономившему командиру роты. В один из таких походов мы, как обычно, спустились на дно котлована и приступили к изготовлению веников. Спустя какое-то время Игорь подошёл ко мне и шепнул. «Пойдём, что покажу». И повёл меня на противоположную сторону котлована. «Что там?» «Сам сейчас всё увидишь». Мы лезли в самую гущу кустарника, и вдруг кусты раступились. И передо мной, прямо в стене котлована, возник вход в какой-то подземный тоннель. Вход представлял собой проём шириной около двух метров и высотой где-то чуть ниже двух метров. Я со своими 183 сантиметрами почти касался головой потолка. Пол был ровно залит бетоном, а стены и потолок были выложены толстыми бетонными блоками. Никакой двери или ворот не было. «Прикинь, интересно, куда он ведёт? Надо будет исследовать этот тоннель. Я немного заглянул, но там не видно ничего». Игорь просто сгорал от нетерпения. Глаза осветились азартом. Мы осторожно вошли внутрь. Свет проникал через проём и освещал какую-то часть тоннеля, но метров через десять тоннель поворачивал налево под углом 90 градусов и уходил вдаль. Густая темнота этого своеобразного коридора не давала ни одного шанса что-то разглядеть. «Нужно чем-то подсветить, но у меня только спички, и то немного». Я начал зажигать спички, и мы потихоньку продвигались вглубь. Коридор пока не представлял из себя ничего интересного. Всё тот же ровный бетонный пол, покрытый пылью. И всё те же стены и потолок из блоков. На полу только пыль. Никаких следов. Ни человеческих, ни животных. Это хорошо. Не хотелось бы тут кого-то встретить. Вскоре мы удалились на достаточно большое расстояние. В этот момент я зажёг последнюю спичку. «Игорь, последняя. Мы в темноте ничего не разглядим, а то и провалимся куда-нибудь. Мало ли что-то впереди. Предлагаю вернуться. Согласен, тоннель, похоже, длинный. Надо подготовиться». И мы развернулись обратно. Свет от входа вдалеке отдавал нам направление. Пол был ровный, и мы в темноте довольно быстро вернулись ко входу. Да и возвращаться уже пора было, а то нас могли начать искать. Мы вышли и направились к остальным довязывать веники. Следующие несколько дней пролетели в нарядах и попытках придумать, чем бы посветить в тоннеле. О фонариках и речи не шло. Негде взять. Решили сделать несколько факелов. Тряпки найти не проблема, но сами по себе они плохо горят. Нужна какая-то горючка. Решили попытать счастье в автопарке, разжиться бензином после развода. Но на утреннем разводе нас отправили в помощь какому-то прапорщику разбирать завалы в одном из технических зданий. И вот там удача нам улыбнулась. В процессе разбора завалов я нашёл какой-то запечатанный пузырёк. Грамм на 250. На оборванной выцветшей этикетке ничего невозможно было разглядеть. Кроме одной вещи. Небольшое изображение знака «Огнеопасно». Бинго! Вместе с кучей мусора мы по-тихому вынесли пузырёк сначала на улицу. Там же сразу провели эксперимент. Налели немного и подожгли. Горит. А на обратной дороге перепрятали его в более удобное место. Потом несколько дней опять были наряды. То я, то Игорь были заняты. Но когда мы пересекались, мы с увлечением обсуждали предстоящую экспедицию, как мы её называли. Делали предположения, куда ведёт коридор. Может, в тайный бункер. А может, это целая сеть подземных ходов под всей огромной территорией воинской части. Мы могли только гадать. Я и сам втянулся в эту игру. Прочитанные в детстве приключенческие книги давали о себе знать. За это время Игорь перепрятал пузырёк. Точнее, перелил его в менее подозрительную тару и потом положил к подготовленным факелам. Мы с нетерпением ждали момента экспедиции. И вскоре этот момент настал. В этот день нас опять отправили нарезать веники. В полдесятого наше отделение выдвинулось в котлован. Мы, быстро нарезав по несколько веников, удалились вглубь, подальше от остальных сослуживцев, быстро дошли до входа. По дороге подобрали из хрона факел и горючку, а также куски найденной нами пластмассы, которая, по идее, должна гореть. Полили один факел горючкой, запалили его. Пламя было отличное, свет был ярким. Единственное, что факел немного коптил. Также я пробовал поджечь пластмассу, и она, на удивление, легко загорелась. Но горела очень слабо, и света от неё было мало, но её запас был неиссякаем. Горела медленно, но верно. При этом она тоже дымила, плавилась и капала на пол. «О, хлебные крошки! А то заблудимся в прямом коридоре, ага, мало ли, а так точно найдём». Мы двинулись, зашли и смело повернули налево. Бодро отшагали уже больше двух сотен шагов, оглянулись. Свет от входа уже было не разглядеть, хотя вроде бы немного видно. А может нет, неважно. Идём дальше, и практически сразу туннель поворачивает ещё раз налево. Видимо, он идёт вокруг котлована. Но на входе он идёт только в одну сторону, значит, точно не по кругу. Но пока не впечатляет. Надеюсь, в конце не тупик. Так мы прошли ещё шагов двести. Темнота и тишина становились очень гнетущими. Воздух стал какой-то спёртый, мёртвый. Видимо, тут ни сквозняка, ничего. У меня начала немного побаливать голова. Первый факел почти погас, и мы оперативно запалили второй. Продвигаясь дальше, мне всё сильнее становилось не по себе. И в голове стали проскакивать всякие разные мысли. А вдруг на меня кто-то смотрит из темноты. «Игорь, что-то мне не по себе. Может, назад пойдём?» И тут я чувствую, как кто-то проводит рукой по моей спине. Я замираю, парализованный страхом. Не могу выдавить из себя ни звука, и стою с широко открытыми глазами, пытаясь вдохнуть. А Игорь начинает ржать. «Ты бы видел сейчас своё лицо!» «Игорь, ты охуел! Я чуть реально не умер от страха! Пиздец! Не делай так больше!» «Так что, возвращаемся?» «Не, жалко. И так далеко прошли. Неохота бросать всё на полпути». «Ладно, идём». И мы продолжаем идти. Игорь с факелом, а я с еле горящей пластмассой, оставляющей на полу цепочку следов. Темнота становится настолько густая, что мне кажется, я чувствую её руками почти как в воду. Может, я просто себя накручиваю. Но всё же жутковато тут. Но вскоре стены расступаются, и мы оказываемся в комнате где-то пять на пять. Но радость быстро сменяется разочарованием. Такие же голые бетонные стены и потолок. Абсолютно пустая комната. А в углу дверной проём, заложенный кирпичами. Блин, что тупик! Ну да, реально тупик. Какой облом! Игорь поскрёб в нескольких местах кирпичную кладку. Несколько раз пнул её. «Не, крепко не сломать. Ну что, осмотримся и назад?» Мы внимательно осмотрели стены и, к своему величайшему сожалению, ничего не нашли. Никакой надписи, никакого послания из прошлого. К тому времени комната потихоньку стала заполняться дымкой от факела и пластмассы. Дышать стало тяжеловато. Поэтому решили двигать обратно. Из-за отсутствия какой-либо вентиляции дым остался и в самом коридоре, но около потолка. Поэтому идти приходилось, пригнувшись. Скорость передвижения снизилась, и к тому же у меня ещё сильнее заболела голова. «Ну когда там поворот? Что-то долго мы идём». «Игорь, ты шаги считаешь? Сколько там?» «Да сам не пойму. Сбился я, что ли? Мы уже должны были один поворот пройти». «Вот и я думаю, странно это». Дальше мы шли в тишине. Ситуация более чем странная. Какое-то время я монотонно шёл на автопилоте, пытаясь всё проанализировать. Из дум меня вывел голос Игоря. «Посмотри под ноги!» Я опустил взгляд и побледнел. На полу было две цепочки следов. «Что это такое? Я не знаю. Мы что-то второй раз проходим. Не может быть. Наверное, мы просто не заметили раньше. Что? Точно такую же цепочку следов, как и от нашей пластмассы? Бля, Игорь, что происходит? Давай выбираться. Тогда быстрее, факел догорает. Мы скоро останемся без света». Мы побежали, как только могли. Силы почему-то очень быстро начали нас покидать. В этот момент факел выплеснул последний язык пламени, издав тихий хлопок. Погас. «Гнетущая тьма мгновенно окружила нас. Но у меня осталась пластмасса. Игорь взял кусок, поджёг и двинулся вперёд. Мы ускорились, как могли. Но быстрее не получилось. Я случайно пару раз сильно вдохнул едкий дым под потолком. Кашель накрыл меня волной, и я остановился, содрогаясь в судорогах. Пытаясь не выкошлить свои лёгкие, я опустился на четвереньки. Воздух у пола был чище. Слёзы застилали глаза. И вдруг я почувствовал лёгкое прикосновение к своей спине. По всему телу побежали мурашки. «Игорь, бля!» «Чего?» — воскликнул Игорь где-то далеко впереди меня. Волосы встали дыбом. Я вскочил на ноги и начал кричать и махать руками, пытаясь отбиться от невидимого врага. Но все выпады были в пустоту. В это время ко мне подбежал Игорь, немного осветил меня. Я стоял один. «Ты чего?» «Игорь, тут кто-то или что-то есть. Я тебе отвечаю. Надо валить!» И ломанулся вперёд, что есть силы. Набегу я, нащупал в кармане спички. Это на крайний случай, пока пойдём на ощупь. Да где же этот поворот? Ну не может такого быть! Мы, по ощущениям, прошли гораздо меньше, чем сейчас пробежали. Этому есть какое-то объяснение? Что-то неуловимо изменилось в этом жутком месте. Понимание, что происходит, что-то сверхъестественное, вызвало у меня новый приступ паники. Меня начало трясти. И тут я понял, что не так. И я перестал слышать шаги Игоря и остановился. Кругом была абсолютная тишина. «Игорь», — почти шёпотом позвал я, — «если ты опять решил пошутить, то прошу тебя, лучше не надо!» Трясущимися руками я попытался зажечь спичку. Но когда открывал коробок, всё рассыпал. Наконец, спустя две сломанные спички, я зажёг одно. Свет разрезал тьму, я повернулся назад. Но там был только пустой коридор. «Игорь!» Уже во всю силу заорал я. Эхо гулка пронеслось по тоннелю, отражаясь от стен. Повернулся на сто восемьдесят. И только собрался крикнуть, как из темноты что-то бросилось прямо на меня. Абсолютно чёрная и бестелесная, словно тень. Спичка моментально погасла, меня сбила с ног, и я почувствовал неимоверную тяжесть, навалившуюся на грудь. Я стал задыхаться и понял, что вот-вот потеряю сознание. Я мог немного шевелиться, но это было жуткое ощущение абсолютной беспомощности и безнадёжности. В этот момент я почувствовал на полу под рукой спички, которую я рассыпал раньше, и, цепляясь за остатки сознания, чиркнул спичкой и опал. Спичка вспыхнула, и вместе с ней вспыхнуло ещё десяток спичек, лежавших рядом. Они ярко осветили коридор. И я увидел это. Тёмная, бестелесная сущность с абсолютно пустым и мёртвым лицом, которое было едва различимо. Рта не было, как и носа. Зато были два огромных, абсолютно чёрных глаза. И это тянуло ко мне свои длинные пальцы. На секунду возникшая вспышка ослепила его, а может, просто эффект неожиданности. Но оно ослабило хватку. И я вскочил и со всех сил бросился бежать. Не видя ничего перед собой, я бежал на ощупь, задевал стены, иногда спотыкался, падал, вставал. И снова бежал. Страх гнал меня вперёд. Я чувствовал, что оно нагоняет меня. И я практически чувствовал его прикосновение. И я рванул из последних сил, и в тот же момент получил сильнейший удар, налетев на стену. Падая, я успел подумать, что наконец-то добежал до первого поворота. И почувствовал, как на меня снова наваливается тёжесть. «Это конец», — подумал я. И потерял сознание. Я пришёл в себя, привалившись к стене, в метре от входа. Светило солнце. Был день. Смотрю в небо. Солнце, воздух. Судя по солнцу, часов одиннадцать. Посмотрел на наручные часы. Действительно. Десять тридцать. Часы. А я про них и забыл. Стоп. Что это вообще было? Поворачиваюсь. На полу Игорь. Вот ключка. Вытаскиваю его поближе к воздуху, и буквально сразу он приходит в себя. Мы ничего не понимаем. Мы долго обсуждали пережитое. Игорь вообще многое не помнил, но и в итоге мы пришли к самому логичному объяснению. Эта горючка, которую мы нашли, был какой-то лютый химикат. Мы выясняли потом склад, который мы разбирали, там РХБЗ, химвойска, какая-то лаборатория ещё была. В общем, надышались мы с Игорем паров этого яда, так что словили мощные галлюцинации. Каким-то макаром доползли до свежего воздуха, а потом продышались и пришли в себя. Опыт, скажу я вам, жуткий. Никому не пожелаю пережить такое. Обновление Игорь прочитал этот рассказ и прислал мне только что такое сообщение. «Саш, я не знал, как сказать. В общем, я тогда, когда перепрятывал пузырёк, то разбил его, своровал у офицеров спирт и в другую баночку перелил. А тебе сказал, что тот пузырёк палевный. Помнишь, я тебе не сказал, почему, сам не знаю. Решил почему-то, что ты расстроишься или обидишься. А спирт тоже горит, и ты не заметишь. Так вот, не было там никакой химии, Саш. Понимаешь? И вот теперь мне реально страшно». Данный рассказ написан в рамках открытого конкурса начинающих и не только писателей в сообществе «Крип-история на Пикабу», организованного Моран Джурич, спонсором которого является канал Некрофос. Истории нескольких участников прошлого месяца с темой «Подземелья» будут озвучены на нашем канале. И мы отдельно от Пикабу вместе с вами сможем проголосовать и выделить награду зрительских симпатий от слушателей Некрофоса кому-то из участников. Так что слушай истории остальных конкурсантов по ссылке в закреплённом комментарии и оставляй свой голос за лучшую на твой взгляд. А если вдруг хочешь попробовать свои силы в написании рассказов, добро пожаловать на конкурс «Майя». Тем более, в этом месяце тема свободная. Ссылка на сообщество там же под видео. Спасибо за просмотр, зритель. И скоро снова услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok